Ковидные госпитали в Алтайском крае заполнены почти на сто процентов. Сейчас в регионе разворачивают дополнительные места для зараженных. В социальных сетях люди поддаются панике, вызывают скорую помощь по любому поводу. Стоит ли поддаваться панике и чего точно не стоит делать, нам готов рассказать врач-анестезиолог ковидного госпиталя в Барнауле Владимир Пашкевич. Владимир, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот уже полгода вы лечите ковид-пациентов. Каково работать там, куда соглашаются даже не все врачи идти работать? Ну, во-первых, это, конечно, костюмы защиты самая, наверное, основная особенность нашей работы, которая, во всяком случае, сразу бросается в глаза, потому что работать в них не совсем удобно. Сейчас немножко похолоднее на улице, сейчас немножко покомфортнее в них работать. Летом-то вообще, конечно, было очень жарко, потом все обливались. Было намного сложнее. Это очки, которые постоянно запотевают, поэтому иногда бывают сложности с манипуляциями, процедурами, которые ты делаешь, потому что реаниматологу зрение очень важно. Во время процедур там перевод пациента на искусственную вентиляцию легких, там катетера различные венозные, которые ставятся. Поэтому, конечно, были сложности. Ну и во-вторых, то, что уже не так сильно бросается в глаза, это наши тяжелые пациенты, которые практически, если говорить про реанимацию, многие из них находятся, либо сказать даже большинство, находятся на искусственной вентиляции легких. Те, которые не находятся на искусственной вентиляции легких, они находятся на каких-то других методиках кислородотерапии. Не всегда это обычный банальный кислород, который подается через маску. Иногда это такие же трудозатратные процедуры, как и искусственная вентиляция легких. Например, неинвазивная вентиляция легких, которая звучит похоже, но на самом деле они очень сильно отличаются. Такие, как высокопоточная оксигенация. В общем, это тоже процедуры, которые, не процедуры, а методики кислородотерапии, которые требуют от врача довольно много времени. Вам страшно работать, вот, если брать начало пандемии и сейчас, есть какая-то динамика, вы уже не боитесь или все равно, это страшно? Рискуете ли каждый день своей жизни? Ну, в самом начале эпидемии боялся в основном за то, что заведение больных, заведение пациентов, потому что рекомендаций каких-то четких не было. Сейчас же времени довольно много прошло. Появилась уже восьмая версия рекомендаций. Инфекция новая. Выходят все новые и новые работы, которые доказывают эффективность или неэффективность тех или иных лекарств, и других процедур, которые проводятся, и поэтому они регулярно обновляются. Вот, из новой версии, в частности, убраны те лекарства, которыми мы до этого пользовались, предыдущей версии, и добавлены некоторые новые лекарства. Они эффективны? Это очень большой вопрос, потому что хороших таких железобетонных исследований еще пока что не выполнено по всем препаратам, которые на нас применяются. Многие из них прошли предварительные исследования, то есть там первую, вторую стадию клинических исследований. Они показали эффективность на низкой выборке пациентов, то есть на низком количестве пациентов. Для того, чтобы железобетонно сказать, что препарат работает, нужно, чтобы выборка была довольно большой, чтобы пациенты были нормально распределены там по возрастам, по полу, по сопутствующей. Ну, в общем, это требует времени довольно длительного. Таких исследований еще пока что нету, поэтому работают ли они на самом деле, покажет только время. Покажет только время, лечили ли мы правильно или нет. Тяжелобольных сейчас очень много, ковидные госпитали почти заполнены. Почему так много именно тяжелобольных, людей, которые подключают к аппаратам ИВЛ? С чем это связано? Ну, это связано, это чистая математика, я считаю, потому что если болезнь есть, если у болезни есть тяжелая форма, то у нее есть определенный процент людей, которые тяжелой формой переболеют. Чем больше пациентов заражаются, тем больше, соответственно, будет пациентов с тяжелой формой, если говорить количественно. Ну, собственно, это и происходит. Количество зараженных все больше и больше, и, соответственно, количество пациентов с тяжелой формой заболеваний, их тоже становится все больше и больше. С чем связаны именно тяжелобольные? Это самолечение, то, что отменили карантинные мероприятия или все в совокупности? Ну, кто что, я не эксперт, но я считаю, что мое личное неэкспертное мнение, что да, это связано с отменой карантинных мероприятий, потому что когда они вначале хоть как-то соблюдались, пациентов было терпимое количество, после того, как они постепенно начинают меняться, ну и плюс было видно, что люди постепенно перестали их соблюдать, даже те, которые были, собственно, стало видно, что пациентов все больше и больше, ну и с ними и тяжелых больных тоже было все больше и больше. Насчет самолечения сказать не могу, конечно, есть пациенты, которые приезжают, ну и спрашиваешь их, а вот вы дома, вот так тяжелое состояние у вас довольно долго, они не говорят, что вот я с такой одышкой лежу уже 3 дня дома, лечилась там парацетамовым, например, или еще каким-то методом самолечения. Ну такие пациенты бывают, но их справедливости ради нужно отметить немного, все-таки большинство, когда начинается клиника, все же наслышаны, все же смотрят телевизор, все-таки обращаются в нужные инстанции. Вы каждый день видите, наверное, ну или почти каждый день, как уходят из жизни пациенты, ну каково это? Ну это, конечно, воспринимается очень тяжело, потому что пациенты очень долгое время находятся на искусственной вентиляции легких, а искусственная вентиляция легких, если пациент на искусственной вентиляции легких, то это не только по проведению искусственной вентиляции у пациентов, еще многие другие проблемы образуются, которые ты тоже решаешь. В общем, это довольно тяжелый пациент, которому комплексный подход, ты очень времени тратишь на лечение такого больного, с ним очень долго общаешься на протяжении вот этих нескольких недель. Ну и, конечно, когда пациент, над которым ты бился, там, недели 2-3 месяца, или даже больше, полтора месяца. И когда он все-таки уходит из жизни, конечно, ну, конечно, грустно, потому что все силы приложил для того, чтобы пациент жил, общался с ним. Вот вроде пациент был, и вот теперь его нет. Ну, со временем, конечно, привыкаешь. Это, в принципе, как везде в реанимации, везде в интенсивной терапии. В реанимациях, в принципе, лежат тяжелые пациенты. Многие из них лечатся долгое время, многие из них уходят из жизни. Это, в принципе, тяжело. Не то чтобы ковидная пневмония. Она отличается большим наплывом тяжелых больных. Но пациенты, да, все еще умирают в реанимациях, как и при любой другой патологии. Как вы подбадриваете пациентов? Каждое утро родственники звонят в нашу реанимацию. И, собственно, я каждый раз подхожу к пациенту, про которого идет разговор, и всегда спрашиваю, хотите ли что-нибудь передать вашему родственнику, передаю его слова. Плюс к этому пациенты регулярно меня к себе зовут. Те, которые находятся на искусственной вентиляции легких, они говорить не умеют. Таким пациентам дается бумага, дается ручка. Они пишут, что они хотят спросить, что их беспокоит. Некоторое время тратится на то, чтобы с ними поговорить, успокоить, объяснить. Что спрашивают? Самый популярный вопрос, если говорить про искусственную вентиляцию легких, спрашивают, как долго я еще буду на искусственной вентиляции легких. Ну, приходится объяснять, что вирусная пневмония – это не бактериальная пневмония. Она протекает длительно, как минимум две недели. Ну, в среднем, вернее. Бывает, конечно, чуть поменьше, но это очень редкие случаи. В среднем она минимум две недели. И все это приходится им объяснять, что вот потерпите, что, возможно, не две недели, возможно, и три недели, и так далее, и тому подобное. Все это приходится объяснять. Это самый популярный вопрос. Ну, все остальные – прородственников. Некоторые люди лежат с семьями. Даже в нашей больнице бывает, что муж лежит в отделении пульмонологии на обычном кислороде, а жена лежит у нас в реанимации на искусственной вентиляции легких. И бывает, что спрашивают, как там мой муж, можно ли узнать его состояние, не находится ли он в другой реанимации точно так же на искусственной вентиляции легких. Смотришь в компьютер, выясняешь, нет, он все еще лежит в отделении, все еще на кислороде, говоришь это. Ну, в общем, поддерживаешь как-то пациентов. ИВЛ хватает в вашем госпитале или все-таки приходится выбирать? Нет, ИВЛ у нас достаточно, потому что их регулярно нам подвозят с других больниц, где они менее нужны, например, с районных, например, больниц. Их регулярно нам привозят. И такой ситуации, чтобы у меня не было аппарата ИВЛ, который нужен пациенту, таких ситуаций не возникало. Сейчас в соцсетях говорят о том, что скорая помощь едет часами, порой это достигает пяти часов, а это упускается в драгоценное время. И в том числе и поэтому много тяжелобольных, потому что легкие пораженные становятся сильнее. Действительно ли это так? Я работаю конкретно в больнице, в стационаре. Я по скорой помощи не эксперт. Я знаю, что они очень загружены. У них очень много вызовов. И, возможно, поэтому, если действительно эта задержка имеет место быть, то она, я думаю, частично объяснена именно тем, что у них просто-напросто огромное количество вызовов. Насчет того, что может ли задержка в пять часов сказаться на состоянии больного, зависит от конкретного течения болезни. У кого-то, если болезнь протекает только... Ну, в легкой форме я вообще не беру в расчет. Это пациенты, которые могут лечиться дома, которые в больницы, собственно, не приезжают. Для них пять часов – это ни о чем. А пациенты со средними и с тяжелыми формами заболевания зависит от того, как именно у них протекает. Может быть, у них форма такая злокачественная, грубо говоря, которая с быстро прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Для них пять часов, конечно, может быть очень принципиальным вопросом. Но в большинстве своем пять часов, я не думаю, что это вопрос о жизни и смерти, так скажем, что это решается вопрос о жизни и смерти. Но у некоторых пациентов одышка действительно нарастает очень быстро. Я не могу полностью исключить, что для них это может повлиять. Как себя уберечь при первых симптомах? Если вот ждешь скорую, ждешь врача, вот как себе помочь в такой ситуации? Либо не навредить и ничего не делать, просто ждать. Все лекарства, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции, независимо от ее формы, либо это в форме обычной простуды, грубо говоря, либо это в форме пневмонии, все лекарства, они очень ясно и конкретно описаны во временных рекомендациях, расписаны конкретные дозировки. И все это препараты, которые имеют право назначить только сам врач. То есть это препараты, они не разрабатывались, не все они разрабатывались именно для лечения коронавирусной инфекции, а те, которые разрабатывались, еще пока не пошли в последние стадии исследований. Поэтому все они назначаются только с рецепта врача. Поэтому самому что-то принять для того, чтобы себе помочь, ну, разве что при повышении температуры парацетамол, единственное, или отхаркивающие при тяжелом кашле. А вот именно для лечения самой себе пневмонии, это нужно обращаться к специалистам. Если есть какие-то признаки какой-то вирусной инфекции, особенно сейчас сезон, так скажем, конечно же, это самоизоляция, это если куда-то уходите масочкой соблюдение дистанции, полтора метра лучше вообще. Сейчас есть куча сервисов доставки еды на дом, лучше вообще никуда не выходить, изолироваться от родных лучше, чтобы либо человек съехал куда-то, либо родные куда-то съехали. В общем, ну, самоизоляция, собственно. Полгода уже в разлуке с родными. Какие чувства и, наверное, что будете делать, когда все это, наконец, закончится? Ну, за полгода, конечно, произошла некоторая деформация личности. И, конечно, уже хочется просто выйти в город и погулять, сходить на какие-нибудь мероприятия, какие-нибудь с друзьями хотя бы банально встретиться. Ну, и с породным, конечно, скучаешь. У меня отец, инвалид по зрению, которому очень сильно пригодилась бы моя помощь и мой уход, с которым, к сожалению, нам пришлось на время эпидемии расстаться. Изначально мы с ним договаривались, что это будет пару месяцев. Никто тогда не знал, что это так долго будет продолжаться. Ну, конечно, нам обоим довольно тяжело. У нас есть клуб единомышленников, в котором я являюсь одним из членов. Раньше я часто проводил игротеки, настольные игры. Мы проводили в специально рядуемом месте. Ну, и, конечно, когда эпидемия началась, все это остановилось. И я сейчас уже спустя полгода очень сильно скучаю по тому, чтобы поиграть в какие-нибудь настольные игры. Вы верите, что сыграете? Ну, и остается только верить. Спасибо вам большое.